Гомельский цирк 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 никто не отменял. И несмотря на вот это достаточно непростое время, в любом случае все равно люди, наши зрители ходят в цирк и мы им очень благодарны за это, поскольку мы стремимся сделать так, чтобы у них было хорошее позитивное настроение, чтобы у них был хороший заряд бодрости. Ну, а они платят нам своей любовью. Подробязанный сюжет с юбилейных урочистостей углядите в наших выпусках у понеделок. На передании Дня юриста у Гомеля отбылся урочистый сход. Областный драматичный театр запросили около 400 сотрудников этой сферы. Профессия юриста шматгранная, она объеднула специалистов разных сфер деятельности. Судья у адвокатов, прокуроров, нотариусов, работников правооховных органов и навыковцев-правознавцев. И каждый из них уносит свой уклад в формирование правового осередия, поддерживание в громадстве законности и правопарадку. Для всех присутствующих был организованный святочный концерт. Левшие сопрацовники сферы юриспруденции за свою пленную працу и профессийные поспехи отримали гоноровые грамоты и дипломы. Кто-то помогает людям, общаясь с ними, как адвокаты, защищая чьи-то интересы. Судья разрешает споры и старается быть независимым в своей профессии. Ну, юристы, они на своих предприятиях оставят интересы в своих предприятиях. Я им желаю всем добра, мира, успехов на работе, понимания в семьях, всего им самого лучшего, им и их семьям близким. В управлении комитета державной безпеки по Гомельской области открылась уникальная экспозиция, присвеченная истории ведомства. 19-го снежные сопрацовники КДБ означает 100 год из дня утворения службы. Одным из первых в новом музее побывал наш корреспондент Александр Гамоля. Открытие поширенной экспозиции на базе одновленного музея пройшло в аврочистой обстановце. На мероприемстве присутничали старшиня Гомельского облаконкама Владимир Дворник, наместник старшиня КДБ Республики Беларусь и Горбузько, керавництва города и правооховных ведомств, сопрацовники КДБ и ветераны службы, близкие легендарных чекистов. Рашение об реконструкции музея и створение новых залов было принято з уликом богатой истории Гомельщины и Гомельского управления. Акцент, зарубленный на самые яркие падеи и сторонки, присвеченные Утымлику расследованию супрацовниками органов державной безопасности военных злочинств, учиненных ворогом у годы Великой Айчинной войны. Приоритет или возможность защиты Родины – это святое дело каждого человека, кто жил в то время, и кто живет, и будет жить сейчас, и кто будет жить после нас, наши потомки. Святое было и у меня, и у тех, которые рядом были со мною, которые, не щадя своей жизни, шли в атаку, умирали, живые шли в пирот и, наконец, победили. Экспонаты дадзиной тематики в таким широком формате представлены у першиню. Музей насыщенный фактичными материалами и уникальными архивными документами. Это данина памяти и глубокой поваги людям, которые присвятили свое жице служению Айчине. Для ветеранов, конечно, это событие. Это особое место для наших ветеранов управления КГБ, которые приходят сюда. Вы видите, здесь списки, находятся списки участников войны, списки ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской станции. Еще в сентябре месяце мы открывали сквер Дзержинского после реставрации, за что спасибо, конечно, руководству города, строителям. А вот это сегодня у нас есть продолжение подготовки к нашему столетию. Над створением музейной экспозиции працавала творчая команда работников областного музея военной славы, редакция областной газеты «Гомельская правда», супрацовников КДБ и ветеранов службы. Александр Гамоле, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Читаем Купалу разом. В Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны провели акцию, присвеченную 135 годию с дня народжения белорусского поэта. 2017 год науки оказался богатым и на юбилейные даты. Белорусы означали 500 годия книга друкованья, а так само 135 годов с дня народжения классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Колоса. Студенты и выкладчики ГДО, так само школьники, декламовали радки не только на белорусской, а и на замежных мовах. Выконывали песни на верши Янки Купалы. Самая главная наша мета объединяет всех ученых, студентов, сотрудников, выкладчиков в читании творога Янки Купалы, как именно память Купалы узнять до вершинев, до тех, которые, как правило, уздымают человека дух, настрой. Выстава работы декоративно-прикладного мастерства, так само вокальные, хореографические и тетрализованные номеры. В Добрушу отбывся Международный фестиваль творчества инвалидов «Мы разом». Подробязности мероприемства в нашем наступном материале. Фестиваль творчества «Мы разом» проводится на переддне Международного дня инвалидов с 2005 года. С 2011-го творче форум набыл статус международного. На сцене районного Палаца культуры свои таленты демонструют люди с особливостями психофизичного развития с Беларуси, России и Украины. Узросту Дельникова от 8 до 50 годов. Фестиваль проводится с метой повышения творческого потенциала людей с особливостями психофизичного развития, а так само поширением международного супрацовництва. Традиционно в нашем районе проводится международный фестиваль творчества инвалидов в месте. Мы являемся его основоположниками. Молодые люди, которые посещают наше дневное пребывание, активно занимаются в кружках по интересам, раскрывают свои творческие таланты. В этом их помогают наши специалисты. И уже как результат, как итог нашей работы это ежегодный фестиваль, на котором мы представляем самые лучшие таланты. 148 принцип Сверхолок дворцов 148 принцип Нет, цветы не сон 148 принцип Ах, какое счастье Начинаем костей поделиться со своими белорусскими собрами. Частинкой Добрыни тепла и радости. У нас уже не один номер. У нас и солистка, солистка Настя Кузовкова, и солистка Ефимова Марина, и квартет «Голосок», «Звонкий голосок» называется этот квартет, занял в Брянске на конкурсе первое место. Мы приехали сюда с огромной радостью. Во-первых, лично я рада, что мы опять вместе, взрослые, потому что моя работа прежняя сталкивалась с тем, что мы встречались, общались, Украина, Белоруссия, Россия. Я как бы еду сюда как действительно на праздник прошлого, будущего и настоящего. Мы сюда попали по приглашению Елены Григорьевны. Это была ее инициатива. Они приехали к нам как бы по обмену опытом. Это было 7 лет назад. И затем они пригласили нас на участие в этом фестивале. И каждый год мы приезжаем и привозим своих детей. Международный фестиваль творчести инвалидов за все деладится при поддержке областных и районных уладов, а так само спонсорской доброченной допомоги. Что тычется у дельников, предметно возрастая у зровенних творчего майстерства. Кроме призовых мест в трехголовных номинациях организаторы отзначат памятными подарунками кожного выканавцу. Для многих выход на сцену это уже великая перемога над собой. Ганна Корольчук, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания Гомельс, Добруша. Новогодние святы это лепший час робить подарунки. Организаторы акции «Добрая справа» звертают увагу гомельчан на тех, кто особливо чекает судов и радости. Наш корреспондент Ганна Корольчук доведалася, как долучиться до доброчинного руху. У першиню акцию «Добрая справа» провели в минулом годе. Все распочалось с одной объявой в интернете, на которую отгукнулись несколько людей. У вынику невеликая инициативная группа собрала больше 500 подарунков для детей-инвалидов, выхованцев детских домов и притулков. Все лето «Добрачный проект» стал с оправдой масштабным. У им принимают удел 77 организаций и индивидуальных предпринимательников. Працует «Добрая справа» вельми просто. Подарунок для детей требует отнести у один из пунктов сбора, а на взамен от организаторов и партнеров акции отримать приемный бонус. Человек, когда приносит подарок, ему дают купон. Этот купон дает право на скидку определенную в любой организации из этого списка, из участников. И, то есть, ну, день нести подарки. К Новому году все эти подарки собираются и организовано силами таких же волонтеров, как и мы. Они будут раздаваться в детские дома и так далее. И так далее. Это, естественно, с театрализованным шоу будет проходить. Зараз подарунки приемаются у трех постоянных пунктов сбора. У якости подарунков детям будут корыстные книги, канцелярские приналежности, лосунки, оденья и ведома новые цацки, пожеданно немягкие. Всю информацию про акции у список партнеров можно найти в группе Добрая справа в популярной социальной сети. Тут же можно найти и такую цикавую информацию для удельников. Каб рассказать про акцию, как много большей колькости людей собрать подарунки, организаторы проведут промо-акции и ранешники в Гандлёво-забавляльном центре по улице Гагарина. Первое представление пройдет уже третьего Снежня в 12 годин. В программе гульни, музычные выступления и розыгрыши призов. До акции может долучиться каждый жадающий. Мы с коллегами так само вы решили зарабить добрую справу. Подарунки в пунктах сбора принимают до 24-го Снежня. Спасибо большое. Вот ваш купон. Дякую. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, отель и радиокомпания Гомель. У Гомеля в специализованном лицеи при Университете Державной обороны МНС собрались супрационники Министерства с разных кутков Беларуси. На базе навыршальной установы прошел республиканский чемпионат по самбо и фестиваль мостатской творчести. Песня о профессии воротовальника аутерской композиции и номеры мостатского слова на сцене у Гомеля только лепшие из лепших. Это супрационники МНС, которые стали переможцами самодельных конкурсов в районах Гомельшины, а так само дети воротовальников. Школьники смогли так само показать свое выполнение мастерства в разных номинациях. Лепшие номеры будут одобраны для удела в галоконцерте в Минске, который пройдет на первые дни свято Дня Воротовальника. Не только можем ликвидировать различные пожары, чрезвычайные ситуации, но и обладают наши работники творчеством. Сами сочиняют песни, слова, пишут музыку, прославляют свою профессию, а также и сами исполняют и принимают участие в таких творческих вечерах. Титулованные и ведомые у Беларуси спортсмены приняли удел у республиканским чемпионате по самбо. Показать свое мастерство на споборницах приехали больше как 50 супрацовников. Уделники выступили у шести ваговых категориях. Данный чемпионат у нас проводится ежегодно. В составе сборных областей присутствуют самые именитые, самые титулованные спортсмены нашей республики. Что говорить, если среди участников соревнований имеется один заслуженный мастер спорта, это Казусенок Андрей, имеется пять мастеров спорта международного класса и более 15 мастеров спорта. То есть данный турнир можно смело называть почти чемпионатом республики Беларусь по самбо. По выниках чемпионата станут святомы переможцы сиротсопрацовников МНС у Агульной Спартаке Ядзи ведомства. Наталья Каприленко, Александр Харлампов, телерадио компания Гомель. И на гитим наш выпуск завершено. Всего доброго и Редактор субтитров